Дети сейчас идут в воскресную школу. У нас есть некоторое объявление. Сейчас как раз то время, когда мы можем участвовать в материальном служении, о котором Олег уже сказал. Мы, наверное, еще не в той ситуации, когда мы уже ищем, куда бы нам еще вложить деньги, да, куда бы нам еще потратить наши деньги, потому что их слишком много. Я думаю, особенно в те моменты, когда происходят какие-то перестройки, реорганизации, которые требуют финансовых вложений, мы обращаемся к членам церкви, мы просим о том, чтобы у кого есть желание, у кого есть возможности, потрудитесь и в этом служении, чтобы помочь церкви закончить это переоборудование. Из объявлений сегодня, после того, как закончится основное собрание, у нас будет небольшой перерыв, где-то полчаса сестры приготовили ланч, переготовили нам перекусить, и после этого будет наше годовое отчетно-выборное собрание. Пожалуйста, члены церкви, потрудитесь остаться, я знаю, есть какие-то другие дела, обстоятельства, но мы не так часто просим лишнее время, поэтому нам необходимо, чтобы все остались, для того, чтобы у нас был форум для принятия решений. Годовое отчетно-выборное собрание. Второе объявление, 23 февраля, 6 часов вечера, это следующее воскресенье вечером, состоится общение для тех, кто имеет свободное время и хочет посвятить его для служения Господу и друг другу. Те, кто имеет свободное время. Как-то мы сначала думали, что, наверное, это будут в основном люди пожилые, но у кого есть еще свободное время? Но на самом деле есть разные категории людей, у которых есть свободное время, которые имеют возможность, имеют время для того, чтобы нести какой-то определенный посильный труд. Поэтому название вот этой, этих встреч или этой новой организации, нового отдела в церкви, название мы дали «Дорожите времени». Если вы хотите узнать, откуда это название произошло, то почитайте послание к Галатам, 6 глава, 10 стих. И вы будете знать, что значит дорожить временем. И для чего можно потратить это время, и почему нужно это делать. Потому что, потому что время на самом деле у каждого из нас не так, не так много. Нам кажется, что еще много. Но вы поговорите с теми, кто уже прожил большую часть жизни, и на самом деле получается, что очень-очень коротко время. Так много хочется сделать, и не успеваешь. Поэтому есть возможность потрудиться, есть возможность послужить друг другу, послужить тем, кто нуждается. Пожалуйста, следующее воскресенье, 6 часов вечера, будет общение. Ну там, как всегда, как у нас принято, знаете, чаепитие и все прочее, к каждому общению прилагается. Наши сестры не могут просто так, чтобы люди встречались без каких-то яств. И, пожалуйста, обратите внимание, внизу у нас всегда лежат вот такие памфлетики. Это наши молитвенные нужды, это благодарности и нужды церкви, которые мы просим, чтобы вы брали с собой, чтобы вы вкладывали в Библию. Когда вы читаете Библию, когда вы молитесь, пожалуйста, смотрите, здесь есть и конкретные нужды, и общие нужды нашей церкви. Да, можете пока выходить, братья, выйдите сюда. У нас есть одно объявление или известие, которое мы должны донести до нашей церкви примерно 10 дней назад. Да, перед прошлым воскресеньем у нас состоялись похороны нашего дорогого брата Петра Николаевича Дрозда. Вы помните, мы много молились. Это брат, который последние полтора месяца болел, тяжело болел. Он достаточно много перенес за эти последние дни. И многие говорят, ну как так, я же совсем недавно с ним виделся и был такой бодрый, активный. Или, знаете, это человек, который на рыбалке. Очень такой энергичный брат, хороший брат, добрый брат. Очень много доброго свидетельства звучало об этом дорогом брате. И сейчас он с Господом. Он с Господом, его страданием, его мучением пришел. Пришел конец, он перешел, перешел в мире, перешел спокойно. Поэтому мы за брата спокойнее. Мы переживаем за его семью, молимся о том, чтобы Господь их укрепил, поддержал их в этой разлуке, в этой утрате. Будем молиться, чтобы Господь утешил тех, кто сейчас плачет, тех, кто сейчас скучает и страдает об этом брате. Мы позже, сегодня во время Членского собрания, мы еще вспомним всех наших ушедших в этом году. Поэтому мы сделаем минуту молчания и споем в их память уже потом, когда будет Членское собрание. А сейчас мы будем все вместе, пожалуйста, встанем. Мы вместе после молитвы будем петь гимн номер 230. «Он греха я спасен», а сейчас помолимся. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе, как к нашему Отцу. Мы обращаемся к Тебе, как к главе Церкви. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал эту возможность собраться в Своем доме молитвой, иметь это общение в теплоте, в уюте. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы имеем общение, сердец, общение душ, которые любят друг друга, которые хотят иметь общение друг с другом с Тобой. Господь, мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за мир и покой, который окружает нас. Господи, как и внешний мир и покой, когда наша страна находится в спокойном мирном состоянии. Господи, когда нет никакого преследования, гонения, мы благодарим Тебя за это. Также надеюсь, что каждый имеет и внутренний покой, когда мы можем спокойно молиться Тебе, когда мы можем слышать Слово Твое, Господь, и когда мы можем верить и надеяться, что Ты слышишь молитвы наши. Господи, мы обращаемся к Тебе сейчас с этими средствами, которые мы принесли для того, чтобы пожертвовать в Церковь. Ты благослови их, благослови каждому жертвующему, благослови всех тех, кто, может быть, по разному обстоятельству, не может сейчас пожертвовать потери работы или трудные финансовые обстоятельства. Благослови, Господь, и помоги, измени, Господи, чтобы люди могли жертвовать Тебе и могли служить Тебе также и финансами своими. Благослови, Господь, каждого дающего, каждый, кто щедро жертвует. Пошли, Господь, как Ты посылаешь во сто крат, как Ты любишь вознаграждать и воздавать каждому человеку, жертвующему во имя Твоем. Господи, мы к Тебе на руках молитвы несем наших больных, те, кто болеет, те, кто в страдании, переживании, исцели, Господь. Пошли, Господь, ответ на те молитвы, которые указаны и в этом буклетике, Господи, церковном. Благослови и призри, Господь, на эти просьбы. Мы к Тебе на руках молитвы также несем и семью Петра, нашего дорогого брата, о котором мы скучаем, Господи, которого нам не хватает, которого нам не хватает. Господи, но особенно мы просим Тебя о семье, о супруге, о детях. Ты видишь, как они переживают, Ты видишь, как они тяжело переносят эту разлуку для утешек. Пошли ему пование, Господи, как Ты можешь утешить каждого человека. Мы будем иметь встречу на небесах, мы будем еще вместе, мы будем иметь общение и с Тобой, и с друг другом. Благослови, Господь, и утешь эту семью. Мы молим и просим Тебя о всем этом времени, Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Итак, 230 от греха я спросил. Звушка Христа, Господи, и ут applicants. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Садитесь, пожалуйста. Дима Торзок 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 Пред тем, кого всем сердцем так люблю, Не из-за страха я грешить не стану, Как, Господа, грехами оскорблю, Как причиню возлюбленному раны. Аминь. О, Иисус, Тоситель, Ты услышь мою больбу, Лишь у Твоей груди я утешение найду, Иисус, любимый, будь со мной. Дай мне Твое прощение, Боже, и не вспомни никогда. Все грехи мои падения, Стою навеки навсегда. Иисус, люби, будь со мной. Дай уже усталой мир покой. Склоняюсь пред Тобою, Верю, что меня поймешь. С надеждою живою, Жду, когда к себе воздешь. Иисус, люби, будь со мной. Дай уже усталой мир покой. Иисус, люби, будь со мной. 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 Иисус, люби, по всему... Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Я вас всех приветствую. Мир вам с миром. Тема нашего сегодняшнего служения – это продолжение главы 9 Евангелия от Луки. И тема «Какого вы духа». Поверьте, это не та тема, которую сегодня мы готовили для того, чтобы настроить людей на определенное членское собрание. Нет, совсем не так. Просто это совпало. Итак, давайте мы прочитаем Евангелие от Луки, глава 9, 51 стих и ниже. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующих в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». У Иаков и Иоанна возникло вот такое интересное очень желание, да? В общем-то, не свойственное Иисусу Христу, и желание, наверное, не очень свойственное для каждого человека. Я даже сразу хотел бы оговориться, я когда сидел со своими двумя маленькими, Антон и Захарик, я у них прочитал им это и спрашиваю, а что бы вы сделали, вот если бы у вас такая... Ну, как смог, я объяснил им, вот что вы могли бы обладать такой властью, и действительно вот этих людей вы могли бы уничтожить. Ну, Антон повзрослее как-то сразу говорит, ну, не-не, я, говорит, это вот не сделал. То есть, такого даже понятия нет. А Захарик говорит, я тоже этого бы не сделал, потом что-то подумал, походил, говорит, ну, я, говорит, пришел бы им еще один раз сказал, что надо покаяться и прочее, прочее. Вот учеников, ходящих с Иисусом Христом, и здесь мы прочитали, что эти... что это уже был... подходил срок того, что Иисус Христос уже заканчивал свой срок хождения здесь, на этой земле. Здесь мы так и прочитали, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел, идти в Русалим. То есть, на данный момент можно было понять одну простую причину. Иисус Христос все, что возможно, уже передал своим ученикам. И пример, и любовь, и милосердие, и сострадание, и исцеление. И самое главное, если читать в начале этой главы, то здесь мы читаем. Созвав же двенадцать... девятая глава с первого стиха. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и прочевать от болезни. Он послал их проповедовать царствие Божие и исцелять больных. Давайте это пропустим. Итак, здесь написано, пятый стих. И если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших воспитительства на них. Одно дело, отрясти прах. То есть, вы вышли из города, из того запылились, или еще какая-то грязь, потрясли своей одеждой, вытряхнули ее. Господь вам судья. И действительно, Иисус Христос сказал, что оно так должно быть. Он обязательно учтет то положение того города, учтет то положение тех людей, учтет их нравственные отношения, учтет их социальное положение и прочее, прочее. И вот он тогда им воздаст, как оно должно быть. Но ни одного слова Иисус Христос не произнес, что надо уничтожать этих людей. В других местах мы читаем, что для того города или для тех людей будет хуже. Но опять нет никакого указания на то, чтобы уничтожать. Иаков, Иоанн его брат, они решили, что можно это сделать. Давайте мы обратимся к Слову Божию и подумаем, а почему у них появилось такое желание. Вы знаете, основание Иисуса Христа, Его положение, Его проповедь, она не говорила о том, что так нужно делать. Но вот у них было это желание. Это люди, которые были воспитаны на законе. Люди, которые чтили закон, люди, которые выполняли закон. И, наверное, у них возникла вот эта идея. Идея, дух у них такой появился, исполеть этих людей не на пустом месте. Давайте мы прочитаем закон. Закон написан, как апостол Павел говорит, закон добр. Но у закона есть и другая статья. Закон добр для тех, кто выполняет этот закон. И мы читаем, что если закон не выполняется, и потом люди не поступают и не наказывают тех людей, которые не выполняют закон, то Бог начинает наказывать весь народ. Давайте мы почитаем, как это происходило. Исход, 21 глава. Я не буду читать 10 заповедей, которые Бог дает Моисею. Я прочитаю еще другие заповеди, которые Бог дает Моисею. 21 глава. Я читаю дословно. И вот закон, который ты объявишь им. То есть, Бог говорит, что закон, который ты объявишь народу. Помимо 10 заповедей. Это 21 глава. С первого стиха. И я себе подчеркнул такие вещи. 12 стих. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. 14 стих. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Запомните это место. Если кто намеренно умертвит ближнего своего коварно, или еще как-то, то что нужно от жертвенника? Если человек, возможно, он раскаялся, возможно, нет, но он ищет причину, чтобы сохранить свою жизнь. И он бежит к жертвеннику. И такие случаи были. Его нужно оттуда взять. Не важно.